У 1993 года по конституции у нас нету президентской власти. Десятая статья. У нас есть законодательный, исполнительный и судебный власти. У нас там дальше не пишется и президентская. Нету президентской власти. Вот почему указы Путина еще 2012 года не исполнены. Почему? Так не исполнены. Кто? Депутаты. Вот. А почему они их не исполняют? И члены правительства. Вот. А почему они их не исполняют? Указы президента. Ну, это премьер-министра. Кто назначает? Да, тут не важно, кто что назначает. Они просто заранее американцами подготовлены. И просто других людей нету. И все равно, кого не поставим, все равно этот человек будет работать по конституции, который принял народ в 1993 году. И всем государственным органам приказал работать в интересах другого государства. Статья 15.4. Принципы и нормы международного права. Ну, хорошо. А чтобы чиновники исполняли указы Путина... Вот, например, Путин в 2012 году пригазал чиновникам повысить зарплату всем в 4 раза больше. Ну? В 2023 год где повышение зарплаты? Президент по конституции не является властью. Его указания не обязательны к исполнению, а за их неисполнение нет никакого наказания. Можете понять? Хорошо. А потом вообще зачем нам нужно? Гарант конституции. Он смотрит, чтобы чиновники... Смотрите. Он смотрит, чтобы чиновники соблюдали волю народа. Конституцию. Если он гарант конституции. Да, и так же он гарант конституции. Чиновники не выполняют законы, не выполняют основную законность. Его указания исполняются. Конституции. Не, конституция, наоборот, исполняется. Конституция исполняется. Вот смотрите, как американцы повысили нам в России пенсионный возраст в 2018 год. Вот у нас есть статья 15.4, где мы призаем обязанность подписывать документ в соответствии с Конституцией. Вот американцы нам в 2018 году направили документ о повышении пенсионного возраста. Этот документ направляется в Госдуму. В Госдуму, соответственно, со статьей 15.4 голосует за повышение пенсионного возраста. Направляется к президенту на подписание. И по 107 статье Конституции, пункт 3, Путин один раз может отклонить законопроект. Он обратно возвращается в Госдуму. Госдума опять, соответственно, со статьей 15.4 голосует за повышение пенсионного возраста. Второй раз направляется президенту на подписание, и второй раз Путин по 107 статье пункта 3 не имеет права отклонить, он обязан подписать и обнародовать. Все. Если бы у президента было право не подписывать повышение пенсионного возраста, то не было повышения пенсионного возраста. Но нет таких полномочий. Вот какие нужны полномочия президенту. Как минимум. Но я вам ответил, не является властью, вы понимаете? Да не является властью он, он обязан подписывать все, что соответствует Конституции. Но это же, это еще Яша только что объяснял. Смотрит за чиновниками, чтобы они соблюдали Конституцию, волю народа 93-го года. Но указы президента чиновники не обязаны исполнять. Это как это? Согласно Конституции не обязаны? Путин по Конституции не является властью. Нет президентской власти в Конституции. Десятая статья. Я еще раз вопрос задаю. Нахрена там вообще? Объясняю третий раз. Он гарант Конституции, смотрит, чтобы чиновники соблюдали Конституцию, принятую народом в 93-м году. Сказки будете рассказывать? Постреки нас смотрели, он уже два раза говорил за месяц, что нужно ускорить изменения статьи 15.4, чтобы нам принципы и нормы не верховенствовали над законами России. Когда мы вот это отменим, верховенство принципов и норм между правами над законами России, мы не будем подчиняться МВФ и сможем обратно снизить пенсионный возраст. Совершенно верно. От Конституции пишут все остальные законы. Вот земельный кодекс у нас кто писал, знаете? Смотрите, в 93-м году народ, принимая Конституцию, в статье 9.2 разрешил иностранцам владеть землей и природными ресурсами. Но плюс еще вычеркнул себя. То есть народ с 93-го года не является собственником. Но разрешил иностранцам владеть землей и природными ресурсами. Кто? Народ, принимая Конституцию в 93-м году. Анекдот, да? Разрешил иностранцам землей владеть иностранцам? Народ, принимая Конституцию, статья 9.2. Вот такая любовь, что своя внука рассказать. Это истинная правда. А можете открыть, статья 9.2, земля и природные ресурсы могут находиться... Так почитайте за 30 лет Конституцию, статья 9.2.